Девушки отдыхают И не делают хороших автомобилей Следуя строго плану нашего путешествия, мы ступили на норвежскую землю в городе Осло Что мы знаем о Норвегии? Ну, во-первых, это родина знаменитого путешественника Турхи Ирдала Во-вторых, здесь есть музей викингов И здесь огромное количество фанатов фильма «Властелина колец», для которых специально построили городок хоббитов Ну, а самое главное, мы уверены, что в Норвегии не делают хороших автомобилей Следующая точка нашего маршрута – Гётебург, Швеция Что мы знаем о Швеции? Ну, во-первых, это родина Аббы, шведской семьи и одноименной стенки А еще мы знаем, что здесь делают прекрасные автомобили Причем как реальные, так и виртуальные Сегодня мы расскажем вам об истории создания гоночного симулятора Рейс 07 А да, чуть не забыл А еще Швеция – это родина Эверта Тауби Приветствуем вас, дамы и господа, на Всемирном чемпионате по Турингу 2007 Пилоты занимают свои места, зрители уже ревут на трибунах Мы начинаем прямую трансляцию из игры Рейс 07 Мы все очень любим гоночные машины и всегда хотели посмотреть, на что они способны Так возникла идея перенести Всемирный чемпионат по Турингу, или WTCC, в виртуальную реальность Машины, участвующие в туринговых соревнованиях, внешне никак не отличаются от тех, что мы видим на улицах Но только внешне, по своей внутренней начинке, они отличаются от обычных серийных автомобилей, как пылесос от ракетного двигателя WTCC, то есть Мировой чемпионат по Турингу, объединяет производителей машин BMW, Seat и Chevrolet Они партнеры в этом чемпионате Во всем мире может быть только один престижный чемпионат по Турингу А среди игр, сколько их ни делай, официальной лицензией WTCC будет обладать только одна Вот как все начиналось Привет! Я ничего не могу делать сейчас, но я говорю что-то, что они не понимают, поэтому я просто говорю что-то Хей-хей! Именно здесь, в Гетеборге, в Швеции, обосновалась штаб-квартира студии Simbin Той самой, которой доверили воплотить чемпионат по Турингу в компьютерной игре Чтобы и простой геймер смог приобщиться к самым главным мировым гоночным мероприятиям В игре очень много всего интересного, даже для тех, кто не является фанатом гонок 19 моделей машин, разделенных на 9 классов Причем всего в игре около 300 машин На ваш выбор 32 трассы, каждая по-своему знаменитая На трибунах сидят трехмерные зрители, а трассы просто переполнены дополнительными объектами Мы считаем, что полностью воссоздали атмосферу гонок Студия Simbin не новичок в области первоклассных автосимуляторов Все их игры выпускаются только по лицензиям Международной Автомобильной Ассоциации Чемпионат 2006 года уже был освещен в игре Race the WTCC Это предыдущая серия игры Геймплей с тех пор не изменился, но вот уровень детализации возрос многократно Так что Race 07 это отполированная до блеска предыдущая игра С улучшенной физической моделью и самыми современными машинами В игру, помимо, собственно, чемпионата WTCC 2007 Входит также и чемпионат прошлого года Так что, если есть желание опробовать прошлогодние болиды, не вопрос Это можно сделать и в Race 07 Мы улучшили играбельность для тех, кто управляет машиной при помощи джойстика По моему глубокому убеждению, эта игра имеет самое лучшее управление геймпадом Как на персональном компьютере, так и на консоль Я гарантирую, что с джойпадом вы будете ехать так же быстро, как и с рулем Еще одним серьезным нововведением стало использование новых раскрасок для автомобилей Если вы не хотите кататься в машине с оригинальным оформлением, то возможности перекраски ограничены лишь вашей фантазией Простой геймер сможет скачать новые раскраски для машин прямо из игры Или даже нарисовать свою собственную раскраску, а потом добавить ее в игру Таким образом можно будет сделать свою собственную уникальную машину Или раскрасить машину в цвета любимой команды, не вошедшей в чемпионат Соревнований в игре хватает Кроме чемпионатов по турингу 2007 и 2006 годов, можно будет опробовать болиды из Формулы 3000 И вспомнить классику автомобильных состязаний по чемпионату 1987 года Машины Формулы 3000 самые быстрые в игре Несомненно, это самые интересные машины и, по нашему убеждению, самые важные К услугам гурманов, формулы BMW на машинах серии FB2, гонки на мини-куперах и каттер-хэмах И даже сверхмощные машины серии Radical SR4 Одним словом, любителей скорости ждет нелегкий, но богатый выбор Новые возможности игры открываются при выходе в интернет Вдоволь намотав километры и обогнав компьютерных оппонентов В жизни каждого геймера наступает момент, когда хочется уже показать свои способности другим виртуальным гонщикам Существует мировой список лидеров Во время игры вы можете подключиться к специальному серверу И узнать, кто лучший игрок в мире по каждой трассе и каждой машине Само собой, рекорды существуют для того, чтобы их побивать Так что запасайтесь рулями, дорогие геймеры Секундомер в игре прилагается И готовьтесь бить мировые рекорды И кто знает, может быть, именно вам предстоит выиграть чемпионат WTCC 07 Вдруг вы обгоните самого Энди Приоля Который сегодня лидирует по результатам 10 заездов Но если следующий заезд чемпионата состоится только в ноябре То простой геймер может выиграть чемпионат уже сейчас И все потому, что игра уже готова Получить лицензию на последний чемпионат WTCC было непросто Но мы справились Впрочем, не думаю, что кто-то смог бы составить там конкуренцию Но конкуренты все-таки нашлись В лице русских пилотов Они попробовали на зубок виртуальную баранку И в результате раздолбали в дребезги дорогущую немецкую BMW Что это? Никчемные уроки вождения? Пионерская привычка собирать металлолом? Или неистовая любовь к аномаркам? Ответы мы узнаем во второй части программы Продолжение следует... Мы продолжаем рассказ о лучшем в мире автосимуляторе RACE 07 Профессиональные гонщики тренируются годами Но далеко не каждый пожинает лавры Шумахера А как готовили виртуальных гонщиков в студии 7BIN Могут ли они похвастать тем, что умеют сидеть за рулем? Мы старались сделать реалистично все, что можно Перед тем, как делать игру, мы связываемся с производителями машин С теми, кто их разрабатывает Так что все детали машин, все технические данные Все факты о машине мы получаем прямо с завода Данные о том, как машину управлять, получить сложнее Поэтому мы выходим на трассу Программист, физики и я И общаемся с водителями и механиками Они рассказывают, как они ощущают каждую машину Как она ведет себя на трассе А потом мы возвращаемся в студию И переносим реальную машину в игру Но даже готовая виртуальная машина Еще не может быть включена в игру Пока не пройдет всестороннюю проверку Необходимо проверить все Включая даже личность пилота, управлявшего ей Все пилоты, представленные в игре Являются реальными людьми Все машины разрисованы именно так Какими они выезжали на чемпионат После того, как мы нарисовали машины Мы послали их изображение производителям А производители специальным сертификатом Удостоверяли, что машины выполнены полностью аутентично Что все детали и рисунки находятся на своих местах Также и пилоты лично подтверждали Что мы нарисовали им именно ту машину, какую надо В игре есть даже русские Это команда «Русские медведи» Русские медведи, они же Лев Фридман Евгений Зеленов и Виктор Шаповалов Нюхали порох на втором этапе мирового чемпионата Который проходил в Голландии Три их автомобиля BMW 320 Внесли свой вклад в победу от имени России При упоминании о русских медведях Наш корреспондент уже не смог себя сдерживать И бросился за руль Оторвали его оттуда с большим трудом Да, кстати, меня зовут Фридман Я Лев Фридман Догнать бы еще кого-нибудь Так, ну пока моя Бэха ездит нормально Сейчас я уделаю его Эй Да, действительно очень реалистично Особенно, когда играешь с рулем Я не знаю, как ведет себя BMW на скорости 125 км в час Но здесь все выглядит очень реалистично То есть достаточно тяжело входить в поворот Нужно сбрасывать скорость практически половину О, 200 км в час Тормоз, тормоз, тормоз Да, разбивать дорогущую машину Это, конечно, круто Но жалко Все сумасшедшие русские пилоты Собрались на одном треке Если меняешь вид из кабины Все выглядит Вообще крайне реалистично Так, о, отлично У меня первый раз получилось войти в поворот Как оказалось, машину он водит куда хуже русских пилотов И без того не блиставших на чемпионате Не помогло и то, что сидел он за рулем BMW Который, кстати, на сегодня лидирует в заездах Более того, у BMW 320 закрытая кабина Машинами открытыми управлять все-таки сложнее В открытых машинах, где только шлем защищает водителя Стекло шлема может загрязняться Ну, там дождь прошел или жучки шмякнулись В итоге стекло может стать очень грязным И тогда приходится использовать специальную функцию Протирка стекла рукой Пару слов скажем о физике в игре В отличие от предыдущей серии игры Race В Race 07 есть самая, что ни на есть реалистичная модель повреждений Хотя это и не избавит игру от неумелых водителей Вы можете потерять передний бампер, задний бампер Или зеркало заднего вида А то и колесо может отвалиться Или переднее крыло, или заднее крыло А то и крышка капота Ну, а совсем неосторожные пилоты Могут лишиться всей носовой части машины Другой важной частью игры является звук 7bin всегда уделял звукам просто маниакальное внимание Но это всего лишь признак высокого профессионализма Мы можем сделать какие угодно крутые тачки Их можно будет водить Но если звук не тот, то ты уже не можешь правильно ощутить атмосферу Мы не любим халтурить в нашей работе Поэтому звуки в игре полностью реальны Мы связываемся с производителями Выносим на трассу микрофоны и пишем звук Или крепим микрофоны к машине и пишем звук Полученную запись нельзя вот так взять и засунуть в игру Ее нужно сначала порезать на отдельные фрагменты Так что каждому моменту игры соответствует один короткий звук Если над записью звуков трудилось 5 человек, то всего над игрой работало более 80 Но это только официальный штат студии 7bin Вдобавок к основному персоналу мы используем спортивных комментаторов Чтобы придать игре максимум реалистичности Уже сейчас консультантов больше, чем программистов Сегодня мы узнали историю создания игры Race 07 И даже смогли в нее немного поиграть Но все-таки я не профессионал в области гоночных симуляторов Поэтому за дело берется наш эксперт Он выжмет из игры максимум Смотрите в третьей части нашей программы Пока мы тут в Швеции и прохлаждаемся Наш эксперт приступил к своим прямым обязанностям И уже очень скоро мы узнаем, какой вердикт он вынес игре Race 07 Енилеев Алан Русланович Или просто Алан Титулованный российский киберспортсмен Участник команды Logitech Неоднократный победитель российских и мировых соревнований Чемпион мира по Need for Speed 2006 года Закрепляем руль попрочнее Сейчас постараемся выжать все соки из этой игры Сейчас мы зашли в меню выбора автомобилей Которые мы будем тестировать Класс Формулы 3000 Конечно, до Формулы машины Крым далеко Но достаточно жгучий автомобиль Так, заходим в трассу Выбираем монцу Старую добрую монцу Что ж, попробуем При старте сначала нужно завести автомобиль Прогреть двигатель, прогреть покрышки И затем уже выдвигаться на трек Отказывается заводиться Есть Поехали На этой трассе в 2006 году проходил чемпионат мира по киберспорту World Cyber Games И основная сцена стояла непосредственно на самой трассе возле трибун И эта трасса мне очень запомнилась тем, что именно там я взял свой первый чемпионский титул Поэтому очень даже приятно проехаться по тем местам, где ты ходил пешком и ездил на машине Там была такая возможность, если вам уже есть 18 лет Вы могли прокатиться на BMW M3 GTR по этому треку И так как я ездил по этому треку, я могу сказать, что детализация трассы очень точная Практически один в один Я проехал в тех местах, где ходил пешком Впечатления незабываемые Физическая модель очень реалистична Машина чувствуется просто на 5 Должен сказать, что передача ощущения скорости тоже очень реальная То есть, если ты здесь едешь 200, то это похоже на 200, как в реальной жизни Тоже прибавляет драйва в игре Что касается системы повреждения, то тут нужно быть очень осторожным Потому что если как-то неправильно заденешь отбойник, то в принципе можно остаться без колеса Графика на достаточно высоком уровне Все вокруг выглядит очень красиво И кокпит, конечно же, тоже очень детализован Практически как в реальной машине Очень похоже Доступны разные виды, кому как удобнее От первого лица, от капота Сверху Так, наверное, наиболее увлекательный вид Очень качественно проработан звук автомобиля Случит просто потрясающе Вкусный интеллект тоже не подкачал Разработчики сделали очень достойных соперников То есть, они поджимают, подготавливаются к обгону и потом идут на обгон Да, я что-то даже сначала не могу их догнать Вот, меня обогнали опять Надо будет сейчас выбрать машинку помощнее Это больше, если что-то не тянет Здесь очень забавный класс автомобилей Такие вот хот-роды По-моему, эта машинка делает 4,8 секунды до сотни Так, идет загрузка Сейчас загружается трасса, которая находится в Португалии Очень симпатичный трек Одна хорошая прямая, где можно выжать высоки из автомобиля Достаточно динамичный автомобиль Крутится до 8000 оборотов Весело Очень узкая трасса Сейчас сложно на ней ездить, не знаю ее А вот эта самая прямая С 80 В зеркало заднего вида можно увидеть уже соперников, догнавших нас Стараемся их не пропустить вперед Что ж вы делаете-то? Вот так вот С пользой камеры третьего лица можно наблюдать за тем, что делает гонщик То есть, повторяет ваше движение рулем Забавно тут наблюдать И переключает коробку точно так же, да Посоветую к рулем прикупить перчатки Чтобы было четче сцепление с рулем Мы повредили левую стойку Это сразу же отражается на управлении автомобиля Управление стало очень тугим Вот, меня обогнал Альфа Ромео Погнать нам ее уже не суждено на таком автомобиле Также не стоит забывать, что в этой игре есть онлайн-режим Где вы сможете погоняться с сериальными гонщиками Ездить нам гораздо веселее Оп, шмокнули Стой, 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 куда-то поехал И пропущу Ну вот, тут мы можем видеть последствия аварии У меня тут полетел какой-то гонщик Блин, а вот этот самый неудачный Что называется, крэшер Теперь мы уже на трех колесах Перейдем к выбору трассы Попробуем найти что-нибудь интересное Давайте прокатимся в Бразилии Стартер Завелись, вторая попытка У нас маленькая проблема Наш мини, по-моему, уже сдох Оп, ожил Поехали В игре масса настроек, но не пугайтесь, в принципе Во всем этом разобраться можно И даже если вы не харккорный любитель вот таких вот автосимуляторов Тут можно выбрать уровень сложности От аркадного до профессионального Вот вся физика заноса в деле Уравниваем машину называется Наш мини что-то очень сильно несет Надо возвращаться на трассу Видите, модель очень реалистичная, физическая То есть лишнее движение не приветствуется Должен также отметить, что Обратная отдача на руле очень реалистична Врезавшись куда-нибудь или во что-нибудь Руль просто-напросто вырывает из рук Машина еще жива Это тот самый аркадный уровень сложности На котором даже сильно врезаясь Вы можете продолжать движение Оп, меня обгоняет Занесло Все, дальше автомобиль не поедет Как я и говорил Система повреждения очень реалистична Мы что-то раздолбали В этой игре лицензированы все реальные гонщики и автомобили То есть, допустим, если вы посмотрите На одном из спортивных каналов Какой-нибудь заезд Там класса DTM, Touring или Formula 1 Если вам понравилась эта трасса Этот заезд вы можете потом включить Race 07 от Simbin Загрузить эту трассу Того же гонщика, который вам нравится Тот же автомобиль И поиграть за него То есть имитация полнейшая Сейчас мы едем на BMW Можете оценить уровень ее детализации Когда вы первый раз заходите на трассу Оптимой будет Если вы пропустите одного соперника вперед И уже по нему будете определять В каких местах нужно притормаживать Или наоборот Приезжать побыстрее Так легче гораздо будет получить трассу Фношная прямая Зрители аплодируют Игра Race 07 оставила очень хорошее впечатление Это действительно симулятор То есть физическая модель на высоте В принципе любой человек Так или иначе увлекающийся виртуальными автогонками Да и реальными тоже Может попробовать себя в этой игре Потому что каждый здесь найдет для себя Нужный уровень сложности Игра дает возможность почувствовать себя Самым настоящим гонщиком Наше путешествие по игре Race 07 окончено Мы вернулись в Россию Что мы знаем о России? Да много чего Самое главное, что здесь не делают хороших автомобилей Уже на следующей неделе Программа икона видеоигр Отправляется в Лос-Анджелес Для того, чтобы рассказать вам О самом популярном Городостроительном симуляторе Сим-Сити 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 Сим-Сити